Вечерний прайм в эфире телеканала Алматы и в этой студии мы по-прежнему обсуждаем то, что волнует, радует и вызывает споры. Здравствуйте! Меня зовут Ардах Сеидказин и сегодня мы поговорим о том, как оставаться здоровым в условиях бурлящего мегаполиса. Гости программы Гульнар Искакова, директор Алматинского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения и Наталья Сулейманова, исполнительный директор Алматинского центра здорового образа жизни. Добрый вечер! Добрый вечер! Прежде всего, добро пожаловать! И начать беседу хотелось бы с завершившегося сегодня саммита мэров. Почему выбрали именно Алматы для проведения столь значимого форума и что обсуждалось? Вы правильно подчеркнули, что это значимое историческое событие для нашего города, для Казахстана в целом. 23-24 октября 2018 года в городе Алматы состоялся саммит мэров городов и политических лидеров здоровых городов, проекта «Здоровые города», в рамках которого политические лидеры всего мира, мэры здоровых городов, обсудили вопросы сохранения и укрепления здоровья горожан. И именно в рамках этого саммита будет принято и уже принято алматинское заявление мэров, которое будет представлено на глобальной конференции медико-санитарной, первичной медико-санитарной помощи, которая состоится в Астане. Наталья Абдулмажитовна, если говорить простым языком, правильно ли я понимаю, что несколько десятков крупнейших городов мира договорились действовать по единому стандарту, высокому стандарту предоставлению каких-то услуг населению. Верно ли это? Действительно это так. Гости с 24 стран мира собрались для того, чтобы обсудить идеи, представить свои, поделиться опытом в отношении сохранения и укрепления здоровья населения всего мира, в том числе именно тех городов, которые участвуют в проекте «Здоровые города», которые функционируют по инициативе Всемирной организации здравоохранения. И работает этот проект с 1988 года. И это знаковое событие, еще раз повторяю, для Казахстана, то, что именно на нашей земле, в нашем городе проводится данный саммит. А Алматы является единственным городом в Центральной Азии, который принял участие в данном проекте «Здоровые города». Ну и у этого саммита есть предыстория. Ровно 40 лет назад была принята Алматинская декларация, которая, если я не ошибаюсь, закрепила и повысила статус первичной медико-санитарной помощи. Верно ли я понимаю? Да, это действительно так. И хотел немножко дополнить по здоровым городам, что стандарта нет. То есть любой, как говорится, уважающий гражданин, соответственно, и мэр, он заинтересован, чтобы его население было здоровое. И каждый город, независимо в какой стране он находится, он движется по своему усмотрению, по своему регламенту. То есть там определенные, в данном городе складываются определенные параметры, требования, чтобы это было здорово. С учетом условий, да? Да, с учетом условий. Есть горы в Алматы, это тоже, наверное, некий пунктик, да? Конечно, конечно, это не только здоровый образ жизни, но и создание условий для того, чтобы здоровье граждан, которые проживают в этом городе, были приемлемы для ведения здорового образа жизни. Ну, например, вот, как сейчас вы видите, велодорожки, да? Появилось очень много мест для игровых площадок для детей, да? Любое время дети могут выйти, заниматься тем же баскетболом, волейболом. Это абсолютно бесплатно. Площадки доступны. И, соответственно, здесь уже со стороны администрации повышается спрос граждан, чтобы они сами соблюдали, в первую очередь, чистоту. Чистота, как говорится, залог здоровья. А полноправным участником движения «Здоровая города Алматы» стал в прошлом году? В 2016 году Алматы вступила в проект «Здоровые города». И, значит, был вручен сертификат нашему, значит, руководству города. И с того момента мы видим очень большие достижения, которые в настоящее время направлены на сохранение и укрепление здоровья горожан. Это, как уже и было сказано, имеющиеся велодорожки, это пешеходные зоны. А вы понимаете, что наличие пешеходных зон имеет большое значение для здоровья человека. И при определенной мотивации, которая должна быть выработана у наших горожан, люди сохраняют свое здоровье в плане, что укрепляют сердечно-сосудистую систему. Это профилактика многих и многих заболеваний. Поэтому в нашем городе созданы условия. И более 1400 дворов в настоящее время у нас приспособлены, подготовлены для того, чтобы население любых возрастов имело возможности заниматься своим здоровьем осознанно. До начала эфира, до начала записи мы с вами переговорили уже на тему мотивации, заниматься своим здоровьем, поправлять свое здоровье. Как вы считаете, некая инертность некоторых горожан, в чем она заключается? То есть почему она такая? Это вопрос менталитета, это вопрос банальной лени. Почему люди иногда не ходят, допустим, на те же бесплатные скрининги, не ходят на те же бесплатные тренажеры? Почему так получается? Ну, хотелось бы отметить, что действительно недостаточная мотивация нашего общества к сохранению своего здоровья. И то, что имеющиеся возможности, это и необходимость прохождения скринингов, и необходимость соблюдать и быть физически активными. Все это должно быть заложено в сознании каждого человека. У нас есть созданные определенные условия, чтобы максимально соблюдать все эти принципы, здоровье-сберегающие принципы. Но мы, медицинская общественность в целом, все наши действия нацелены на то, чтобы как можно больше качественной, адекватной информации предоставлять населению, чтобы они действительно вели осознанный здоровый образ жизни. Простые правила необходимо соблюдать. Это, во-первых, быть физически активным. 30 минут физической активности в день. Употреблять не менее 5 порций фруктов, овощей и вообще правильное питание в день. И, конечно, ноль табака. Употребление ноль табака курения. И алкоголь, соответственно. Ну, в отношении алкоголя, конечно, те же требования. Ну, я думаю, что здесь больше все-таки играет банальная лень. Потому что, в принципе, все условия созданы, да. Те продукты, которые требуют здорового питания, они и есть. Просто доступны, да. В данном случае, как говорится, введение здорового образа жизни должно закладываться с рождения ребенка. То есть с момента рождения, если родители будут прививать эти навыки, соответственно, будут вырабатывать солидарное ответственность за собственное здоровье, что мы сейчас и требуем. И все вот эти скрининги, программы управления заболеваниями, все направлено на это, чтобы пациент нес сам ответственность за собственное здоровье. Но, тем не менее, ситуация улучшается. И вести здоровый образ жизни с некоторых пор даже стало модно. Допустим, тот же Инстаграм открываешь, да, там полно этих фотографий, видео, которые вот именно сняты в тренажерных залах и так далее. Наверное, и статистические данные подтверждают, что число вовлеченных в спорт людей растет. Да, есть определенные индикаторы, которые входят в государственную программу Денцаулык, рассчитанную на 16-19 годы. И, соответственно, основным индикатором является продолжительность жизни. На сегодняшний день в городе Алматы самая большая продолжительность жизни, 76,2. По стране. Да, по стране. И соответствующие индикаторы, которые говорят о том, что идет улучшение состояния здоровья граждан, говорят за положительную динамику. Есть, конечно, отрицательные моменты, но над ним работает, как говорится, весь город, и работает здравоохранение, чтобы улучшить эти индикаторы. 78 миллиардов, вы сказали, в среднем отрицательный момент. 76. Я уже забежал вперед. Ну, дай бог, мы нацелены на паровое значение до 90, поэтому, так что есть все, как говорится, основы, фундамент есть, и только все остается за самим пациентом, за самим гражданином, то есть у него должна быть ответственность за собственное здоровье. Еще при подготовке к эфиру я наткнулся на любопытное исследование. Мы с вами уже начали его обсуждать. Это продолжительность жизни в городе и в сельской местности. Я вычитал, что в городе на 10 лет в среднем меньше живут, но вы опровергли эти данные. Я не то чтобы категорически опровергла, но нужно, как говорится, пользоваться достоверными источниками, и, в принципе, уровень продолжительности жизни, он в настоящее время, как говорится, зависит от того, насколько люди нацелены на сохранение и укрепление своего здоровья. Соответственно, город и село одинаковые, равнозначные у нас условия. В любом случае, доступная медицинская помощь и доступная информация, да, и те же продукты питания. Вопрос сейчас заключается в том, насколько, опять-таки, возвращаюсь и возвращалась к этому вопросу мотивации. Насколько осознанно. Если позволите, приведу статистику языком цифр, да, и немножечко поговорим. Современная техника у нас в городе обеспечена почти 80% медучреждений, электронные паспорта здоровья есть у 94% населения, а ждание в очереди сократилось на 3-й. И, наконец, до конца года все городские поликлиники перейдут на безбумажный формат. Вся эта работа, я так понимаю, велась, ну, это победа не одного года. Это то, к чему, да, Алматы и Казахстан стремились вот все последние годы. Можете рассказать подробнее, допустим, о тех же электронных паспортах здоровья? Правда ли, что уже почти у всех они есть в Алматы? Да, действительно, Ардак. Мы в прошлой передаче с вами об этом говорили, о развитии цифровизации в здравоохранении. Соответственно, мы, как и все другие регионы, движемся по намеченной цели, по дорожной карте. До конца года планируем сделать 100%. Но в данном случае, кроме этих мероприятий, еще проводится ряд других мероприятий. Это создание мобильных приложений, через которые в онлайн-режиме, как мы и ранее говорили, могут контактировать пациенты с врачом. Отсюда очередность, да, соглашается? Да, соответственно, очередность. То есть ему не надо идти, приходить в поликлинику, он может позвонить, он может связаться с врачом, переговорить какие-то моменты. Кроме этого, большая задача поставлена по развитию программы управления здоровьем. То есть есть основные нозологи, это как сахарный диабет, артериальная гипертензия и хроническая сердечная недостаточность, которые превалируют среди всех заболеваний у населения. Это в Алматы, да? Да, не только в Алматы, но и в стране. И это основные заболевания, которые на сегодняшний день можно управлять. То есть в данном случае, если с рождения прививать правильное питание, здоровый образ жизни, то у ребенка может и не развиться сахарный диабет. И, соответственно, у него не будет факторов риска, и мы уже завтра получим здоровое население. А с обеспечением лекарствами у нас проблем нет? Потому что то там, то сям, да, мы слышим эти новости, что вот не хватило кому-то, не додали. Я имею в виду, не в Алматы, а в других регионах. Нет. В принципе, на сегодняшний день лекарственными препаратами обеспечено все население. Тем более это уже на уровне Министерства здравоохранения, благодаря цифровизации, могут мониторить и видеть, сколько пациентов ежемесячно прибывает, сколько заново регистрируется. И согласно от этого идет и планирование, и свое временное обеспечение. Вот это основное преимущество сейчас цифровизации. То есть раньше мы собирали все данные, передавали. А сейчас за каждым пациентом можно определить определенный объем препаратов, что ему необходимо. Тем более все информационные системы интегрированы между собой. и позволяют мониторить. Если он уже встал на диспансерный учет, соответственно, уже, как говорится, менеджер может просчитать, сколько препаратов ему необходимо до конца года, сколько необходимо на следующий год. И от этого уже идет персуенсированное планирование всех других мероприятий, не только лекарственные обеспечения. Соответственно, ему нужно оздоровление, ему нужно лечение и так далее. А если у алматинцев возникает вопрос касательно цифровизации, любой, как использовать то приложение или иное приложение, как быстренько там зарегистрироваться, как встать в очередь и так далее, куда можно обращаться? Ну, во всех поликлиниках у нас развернуты цифровой помощи, где идет обучение не только пользоваться мобильным приложением, но и цифровой грамотности. То есть у нас есть ряд госуслуг, которые идут через портал электронного правительства. Есть определенный, как говорится, специалист, который поможет пользоваться и личным кабинетом электронного правительства, можно и мобильным приложением. Если есть необходимость, он обучает цифровой грамотности того же пациента. И это, как говорится, без проблем, это безбарьерный доступ. И еще преимущество города Алматы в том, что на сегодняшний день порядка больше 45% у нас оказывают помощь частной организации. И перед частными организациями такая же задача, не ущемляя права. С сохранением государственного заказа. Да, с сохранением государственного заказа, тоже в рамках государственного заказа. Это можно населению оказывать полный объем. То есть здесь также работает программа управления заболеваниями, идет и лекарственное обеспечение, и такие же цифровые посты, и такими же темпами идет цифровизация. Наталья Абдулова-Мажитовна, вот любопытно, как гости оценили все те победы, о которых я упомянул ранее? Как они вообще оценивают развитие сферы здравоохранения в Алматы? Густи очень позитивно отозвались о наших достижениях. Особенно их порадовало увеличение продолжительности жизни. Они сказали, что есть к чему стремиться. И вообще очень много у нас в нашем городе было для них послужило примером. И то, что они в дальнейшем используют в реализации данного проекта в своих регионах. И хотелось бы отметить, что, я так думаю, наш саммит станет таким определенным толчком для того, чтобы многие другие регионы также стремились вступить в данный проект. И я вот хочу отметить, что в настоящее время к вступлению в проект «Здоровые города» готовятся и наши регионы, и наши страны другие. Поэтому, я так думаю, нам есть чем с ним поделиться, каким опытом. И у нас есть очень много достижений в городе, которыми действительно можно порадоваться, похвалиться и использовать для дальнейшей работы. Сегодня даже гости получили возможность прогуляться по улице Панфилова. Да, да, да. Панфилова. То есть увидеть, как это удобно, как это доступно. Пешеходные зоны, велосипедные дорожки, все это они увидели, спробовали, например. Да, то есть тут идет результат тех достижений, что проводят со стороны Акимата. И на сегодняшний день Аким заявил, что один ТЭЦ уже перевели на газовое. Да, это, кстати, большая работа. И прямо, я думаю, что... Да, на газ и, соответственно, другой. Мы думаем, что тот воздух, который все экологи говорят, что самое такое загазованное в городе, он, надеюсь, уже будут результаты другие, и содержание кислорода будет уже больше. А если говорить об обратном процессе, о том, что мы можем посмотреть, да, поучиться у других, вам лично какой-нибудь вот проект или пример, может быть, приглянулся? Ну вот мне понравился проект «Россиян», он назывался «0.30». Да, 0.30 и вот видите, я немножко... Факт тот, что этот проект был нацелен на то, чтобы выработать у населения мотивацию соблюдать ряд простых правил. В этом году мы проводили челлендж, который был аналогичен данной программе, но я считаю, что у нас такие же аналогичные здоровье-сберегающие проекты, что и предложили, и показали нам наши гости. Но нам стоит обращать внимание на зарубежный опыт, опыт дружественных стран, для того, чтобы наш проект «Здоровые города» был успешен. Ну и то, что я вам говорила, это 0 табака, 30 минут физической активности и 5 порций фруктов и овощей в день. Вот это то, к чему, я так думаю, должен стремиться каждый. Да, это простые правила, и мои 78 лет, про которые я говорю, уже не будут оговоркой. 76 лет, да. Я опять говорю, что это не будет оговоркой. Ну, знаете, я думаю, что как бы там ни было, вот я, например, патриот своего города, я думаю, что те изменения, которые проводятся в городе, практически не думаю, что в какой-то мере проводятся где-то за рубежом. И завтра уже, когда начнет работать глобальная конференция, мы уже услышим отдаленные отклики наших гостей, что они думают об Алматы, то, что они увидели. Потому что саммит еще продолжается, идет посещение объектов непосредственно медицинских организаций, там они увидят и, как говорится, преимущество цифровизации, и оказание помощи, и то, что идет уже отсутствие очередей, и доступность помощи. То есть они увидят уже своими глазами достижение нашего здравоохранения и непосредственно самого города. И мы, надеюсь, уже завтра узнаем какие-то определенные результаты. Гульнарда Лугашовна, и еще я бы хотел продолжить. У меня есть один момент, который я не до конца понимаю. Вот я вычитал, что с 1 января по поручению президента на 20% будет поэтапно повышена зарплата участковым медработникам. Но здесь есть одно «но» — внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Вот разъясните, кого все-таки коснется это повышение аж на 20%? Ну, как вы сказали правильно, что это будет участковая служба. Да, это передовики, так скажем. Да, правильно. На сегодняшний день есть специально стимулирующий компонент подушевого норматива, согласно которому выработаны определенные индикаторы. И по этим индикаторам идет начисление дифференцированной оплаты. Соответственно, на следующий год Министерство здравоохранения планирует уже сочить эти индикаторы, чтобы врач нес ответственность. А чтобы это было качественно, соответственно, идет разукрупнение участков. То есть если на сегодняшний день на одном участке должно быть 1800, на следующий год стоит индикатор 1700. И чем меньше население, соответственно, врачу будет удобнее охватить полноценно. Да, и качество работы получится. Да, и качество работы. Кроме этого, у него помощники, у него три медсестры, которые выполняют еще работу на своем уровне, то есть они вызывают свое время на скрининги, они проводят диспансеризацию, если есть необходимость, выходят непосредственно к пациенту, приносят ему препараты, то, что ему необходимо. В этом плане повышается и качество работы. Ну, здесь, конечно, есть свои риски. В любом случае, медицинские сотрудники должны качественно выполнять, соответственно, своевременно выявлять заболевание. При своевременной диагностике, соответственно, и качество жизни, и у нас будет снижение смертности, и продолжительность жизни будет лучше. О многом из того, что вы сказали, президент говорил в послании. В завершение все-таки хотелось бы узнать ваше мнение, какие пункты вам запомнились, что вы считаете наиболее, так скажем, таким важным. Понятно, что там все вопросы приоритетные, да, там шесть направлений. Но для вас лично, что оказалось наиболее близко? Ну, наиболее близким была нацеленность, направленность на сохранение здоровья. Самое главное, нам нужно научиться быть здоровыми посредством получения информации непосредственно от специалистов, ну и также пользоваться всеми созданными условиями для поддержания физической активности. Да, главное, чтобы все, что прописано, да, не оставалось на бумаге. А то это все вроде как бесплатно, тут перечень такой целый большой, а пользуемся мы лишь малыми. Быть физически активными, пользоваться всеми теми благами, которые у нас имеются, доступностью всех этих возможностей для физической активности. Для вас, Гульната, удачи. Ну, для меня рост благосостояния самих казахстанцев, потому что если у нас будет, как говорится, благосостояние отлично, значит и население будет здоровое, правильно? Ведь в первую очередь говорят же, что все болезни от нервов. То есть если ты эмоционально будешь очень, как говорится, стабильный, у тебя будет эмоциональный фон очень высокий, соответственно, и здоровье твое будет... Особенно в крупных городах раздражителей много. Да, урбанизация, свои факторы, то есть скучность и... Быстротечность событий. Да, вот это тоже, конечно, влияет. Ну, в любом случае, нужно нервы держать, как говорится, в руках, и тогда вы будете здоровы. Спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли и уделили время. Это был «Вечерний прайм», и говорили мы сегодня о том, как оставаться здоровым в условиях бурлящего, кипящего мегаполиса, такого как Алматы. Счастливо! Счастливо! Продолжение следует...